На учёте стоит более 6 тысяч человек из детей сиропов. У них 5 тысяч уже возникло право. И, соответственно, мы в этом году выделили 734 миллиона рублей, которые мы будем предоставлять квартиры в течение года. На сегодняшний день оперативная суда, следующая заключена контрактов, и с учётом предоставленных квартир порядка 450. Соответственно, мы уже 50 квартир представили уже в начале года. Остальные контракты заключены. Сейчас первые 54 квартиры сегодня распределяем. Из них у нас на вторичном рынке куплено 100 квартир. Я по всей области сейчас говорю, не касаясь каждой единицы. Остальные квартиры куплены на климичном рынке, и это основной долгосрочный контракт, которые были заключены в прошлом году и будут предоставлены только тогда. Я беру из больших дорогих. По ряду объективных и большей части, как мне кажется, объективных причин, мы с 2016 года вымечены предоставление должного помещения. Причин две. Это нежелание прежней власти заниматься этим вопросом, помогать нам, который улюбил всех, что у нас, к сожалению, существует квартир, не больше 25% в одном квартирном доме, или количество квартир в доме не более 10. С приходом Александра Михайловича Сарюкина в прошлом году эта тема начала решаться, поэтому был работал соответствующий проект на строительном комплексе, территории домов одоленной, но которая позволила реализовать вот этот проект, девятиквартирный домов, это соответствует законодательству, это проще в обслуживании, поэтому легкий будет строиться. Слепко Анастасия Алексеевна. Я жду квартиру, в принципе, с рождения я эту квартиру жду, то есть 21 год. Жеребьевка я довольна. Сейчас проедем на место, посмотрим квартиру, и тогда уже будет известно, соглашусь ли я на эту квартиру, либо отрадусь. Назовите имя и фамилию? Орлова Дарья Алексеевна. Большое спасибо.